Между тем, Крым и Севастополь окончательно и официально, по крайней мере с точки зрения российского законодательства, стали частью Российской Федерации. Сегодня Госдума практически единогласно приняла закон о вступлении цитата Республики Крыма и города Севастополь в состав Российской Федерации. В Москве уточняют, что на завершение всех юридических процедур потребуется еще несколько дней, а выступивший перед депутатами глава МИД Сергей Лавров предупредил и напомнил, что Россия будет защищать своих соотечественников в любой стране, где нарушаются их права. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал народных избранников пойти еще дальше. Нам нужно дальше двигаться, а это граница рано еще, делать ее навсегда. Вы говорите навсегда, значит бросит русских, миллионы русских бросит в Донбассе, в Терсоне, в Николаеве, в Днепропетровске, в Луганске, в Запорожье, в Одессе, да? Кусочек взяли, ну ладно, пейте, русские пусть погибают. Та же самая политика, как делали коммунисты с 17-го года. Закон о присоединении Крыма и Севастополя к России поддержали практически все депутаты Госдумы. Против проголосовал только один человек, член фракции «Справедливая Россия» Илья Пономарев. Либерал-демократы уже потребовали прекращения полномочий Пономарева, заявив, что он, цитата, «пошел на поводу у нацистов, желающих расколоть страну». Помимо этого, ЛДПР предлагает предупредить о полном, а не полном, простите, соответствии политическому статусу еще трех депутатов, воздержавшихся от голосования. Это Валерий Зубов, Сергей Петров и Дмитрий Гудков. Последний Гудков объяснил свою позицию следующим образом. Ну, из уважения к жителям Крыма я не смог проголосовать против, потому что, ну, люди не виноваты в том, что их в своем желании, да, ну, хотят присоединиться. Поэтому я, на самом деле, рад, что у нас появились еще там соотечественники, не знаю, сограждане. Вот, но, тем не менее, я боюсь, что как только что-то с нефтью произойдет, Россия не сможет поддерживать уровень экономики на территории новых субъектов Российской Федерации. А то, что будет нанесен удар по туризму, совершенно очевидно, об этом уже говорят российские бизнесмены, у кого там отели, кто занимается туризмом на территории Крыма.